МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире традиционные итоги недели. Прошло всего 5 рабочих дней, однако они оказались крайне насыщенными на события. Семимильными шагами собираются развивать на островах туризм. Медики и пациенты громко заявляют о своих проблемах, а люди с ограниченными возможностями здоровья снова доказывают, что это определение им не подходит. В общем, давайте обо всем по порядку. С вами Данил Пуршуков. Мы начинаем. И вот мы добрались до конечной точки. Путь пешим ходом нас составил около часа. Доступные маршруты Соколинская область ожидает туристического бума. Мы уже писали в газету, никто внимания не обращал. А к руководству обращались, например? Обращались, это бесполезно. Обои вместо жалюзи и тонкие матрасы. Пациенты и сотрудники Холмской ЦРБ рассказали о проблемах учреждения. Мы обрадовались, что заняли третье место. Нас легко один раз прыгали, потому что форсаж сильнее всех. Неделя праздников. Воспитанники преодоления поздравили центр с днем рождения бронзы всероссийского первенства. Убегай, убегай! Ты, Далматин, гигантский! Счастливый финал и новое начало. Щенок из Южно-Сахалинска нашел семью на Кунашире. Что там насчет громких и значимых событий на неделе? А их было много. Сейчас познакомим с самыми важными вашему вниманию дайджест новостей. Коротко о том, что происходило на Сахалине и Гурилах. И, кстати, заходите на наш YouTube-канал и оставляйте комментарии. Нам важно узнать ваше мнение. А пока к новостям. Директор Сахалинского института железнодорожного транспорта стал фигурантом уголовного дела. Об этом сам Иван Литвинов узнал, когда к нему в кабинет пришли сотрудники островного УФСБ. Руководители филиала ДВГ УПСА подозревают в том, что он отчислял зарплату фиктивным работникам, которых сам же и устроил в свой институт. Незаконное расходование бюджетных средств вышло крупным. Ущерб превысил 3,5 миллиона рублей. Из своего кабинета в сопровождении сотрудников ФСБ Литвинова посадили в машину и доставили в управление. Возбуждено уголовное дело. Оперативно-розыскные мероприятия и следствия по нему продолжаются. В селе Чехов по вине злоумышленников погибли миллионы мальков-киты. Сотрудники местного рыбоводного завода обнаружили, что неизвестные проникли в насосную станцию, уничтожили оборудование и высыпали в речку хлорку. В результате отравления погибли около 5 миллионов мальков-киты. В ближайшее время их должны были выпустить в естественную среду обитания. На месте работает полиция. Одно из предположений – это месть браконьеров руководства рыбоводного завода. Оно активно борется с нелегальным выловом лососевых в том районе. В адрес предприятия уже поступали угрозы отравить речку и тем самым вынудить завод прекратить работу. Заместитель губернатора Сахалинской области Дмитрий Федичкин ушел в отставку. Он сделал это по собственному желанию, отметив, что в островных СМИ опубликовали информацию, которая порочит его имя. На посту замгубернатора он курировал направление информационной политики в регионе. Бывший чиновник отметил, что не стыдится за свою работу и поблагодарил за совместный труд коллег по цеху. В 2020 году Федичкин возглавил на Сахалине издательский дом губернской ведомости, где и проработал вплоть до назначения на пост заместителя губернатора. Ранее он работал в Челябинской области и правительстве России. Адмирал Невельской отправился в первый полноценный рейс. Его пассажирами стали больше сотни человек, в том числе студенты Островного колледжа искусств, представители регионального правительства и бизнеса. Новый теплоход в перспективе будет возить и туристов на Курильские острова. Эту инициативу сейчас прорабатывают вместе с региональным министерством туризма. В числе прочих идей оказался и тур выходного дня. Попасть на Курилы на уикенд смогут в первую очередь жители области. Билеты на дебютный рейс уже раскупили и сами курильчане. Часть из них присоединилась к рейсу на Итурупе. Именно там была первая остановка судна. После посещения острова адмирал Невельской проследовал на Кунашир, затем посетил Шикотан, а после этого вернется в Корсаков. Сахалинская область определилась с лучшими проектами благоустройства. «Среды завершено». Всего в нем приняли участие свыше 48 тысяч островитян. А на выбор им представили 43 проекта, по 2-3 из каждого района области. Больше всего голосов отдали за сквер авиаторов Южно-Сахалинский – около 5,5 тысяч. На втором месте благоустройство территорию плавательного бассейна в Хомске, замыкая тройку лидеров село Вал Ногликского района. Там хотят обновить детскую и спортивную площадки. В Южно-Сахалинске для посетителей открыли преображенный сквер пограничников. Его реконструировали с прошлого года. Теперь там есть детская площадка с мягким покрытием, небольшой скалодром и качели и спортивная зона для пожилых людей. В сквере также установили видеокамеры системы «Безопасный город». Прибавилось малых архитектурных форм, появился памятник собаке пограничника. Изменить облик сквера получилось в рамках программы формирования комфортной городской среды. На реконструкцию ушло больше 120 миллионов рублей. Гарантийный срок работ составляет 5 лет. А вот от вандалов защитить сквер не удалось. В первые несколько дней неизвестные выломали доску из подиума. Сахалин по традиции стал первым регионом, принявшим волну ЕГЭ. С 31 мая по всей России стартовали выпускные экзамены. В этом году обязательным предметом оставили только русский язык, остальные по выбору. В каждой аудитории соблюдают все условия прозрачности. На экзамен с собой выпускники могут взять только паспорт и две черные гелевые ручки. На химии допускают и наличие калькулятора. Все дополнительные предметы, в том числе с ясной, остаются в коридоре. За чистотой экзамена следят в кабинетах и из штаба по камерам видеонаблюдения. Следующим экзаменом школьники напишут русский язык. Чеховцентр получил две престижные награды фестиваля «Новосибирский транзит». Спектакль «Экстремалы», который Сахалинская труппа представила зрителям, высоко оценили театральные критики. Постановку отметили в номинациях «Лучшая режиссерская работа» и «Премия молодежного жюри». Церемонии закрытия провели на большой сцене театра «Красный факел» в Новосибирске. Напомню, это не первые награды экстремалов. В апреле за лучшую женскую роль в постановке актриса Анна Антонова получила золотую маску. «Новосибирский транзит», второй по значимости фестиваль этой осенью труппу уже пригласили выступить на конкурсе театров Дальнего Востока в Хабаровске. В начале недели на острова с рабочим визитом прибыла глава Федерального агентства по туризму России. Зарина Дагузова провела на Сахалине и Курилах несколько дней. Вместе с губернатором Валерием Лимаренко она успела осмотреть острова и приняла участие в пресс-конференции, посвященной развитию туризма в регионе. На ней также присутствовал генеральный директор российского туроператора ТУИ Тарас Димура. 4 июля они запустят чартерную программу на Сахалин. О развитии туризма в эти дни глава региона говорил и в Москве. А на островах тем временем обсуждают перспективные маршруты с экспертами отрасли. Подробности у Олеси Львовой. Заброшенные маяки, мысы с видом на безграничное море и уникальная природа. Благодаря таким изюминкам туризм – неотъемлемая часть Сахалина и Курил. Снег растаял, а значит и путей для странствий вновь стало больше. Сегодня главные достопримечательности острова представляют экспертной комиссии. В планах у регионального туроператора вывести область на качественно новый уровень. Мы сейчас работаем над тем, чтобы подать в Ростуризм и защититься в продукте брендовый маршрут Сахалина. Но дело в том, что сейчас, конечно, Сахалин привлекает очень много внимания. И уже о нем говорят, понимая, что они могут увидеть туристы у нас здесь на Сахалине. Уже 4 июля на Сахалине появятся новые пакетные туры, которые позволят желающим со всей России за небольшую стоимость насладиться уникальной природой. Для этого запустят чартерный рейс из Москвы. Он будет летать по субботам. Путевку за 45 тысяч рублей включат проживание в отеле и базовые экскурсии. Последние всегда можно докупить, в том числе и посетить Курильские острова. Это почти в два раза дешевле, чем текущие цены на рынке. Это даст дополнительную загрузку и отелям, и операторам, и гидам. И также это поможет нам все-таки стандартизировать и вывести на новое качество туристический продукт. Потому что у организаторов пакетных туры, у них очень жесткие требования как к инфраструктуре, к благоустройству, у них жесткие требования к гидам, к качеству предоставления услуг. Сахалин вошел и в список субсидируемых направлений для нерегулярных авиарейсов, за выполнение которых туроператорам возместят 50% затрат. А чтобы адаптировать регион под современные запросы, на острове работу провела экспертная группа Ростуризма. Поэтому мы с экспертами Ростуризм прорабатывает все эти недостающие элементы и дальше мы на принципах софинансирования, это одна из мер нацпроекта, будем выдавать гранты в регионы. По мнению экспертов, Сахалин имеет все шансы, чтобы стать туристическим центром, если не России, то всего Дальнего Востока. Такие перспективы видны невооруженным глазом. На островах доступны не только летние, но и зимние маршруты. Это позволяет привлекать в регион россиян круглогодично. Мой опыт был знакомство зимнего Сахалина, и он тогда радовало и удивляло. Сейчас я увидела уже практически летнюю погоду, и ваши природные достопримечательности очень удивили. Я точно знаю и уверена, что Сахалин уже развивается в этом направлении. Несколько лет мы работаем с органами власти, связанными с туризмом, и успешно, мне кажется, разрабатываем ряд программ. Проверить, готовы ли маршруты к гостям, решили и мы. Мы с Птичьей – одно из самых популярных мест. Добраться до живописного уголка можно только на проходимом внедорожнике. Большая часть пути – грунтовка, которую в некоторых местах размыли горные ручьи. Три часа пути, и перед туристом раскрываются уникальные пейзажи. Разбивающиеся оберег волны под шум чаек оттачивают гроты, которые в свое время одарили именами айнские народы. Здесь и Птичий дворец, астанец – пограничник, кекур-дракон и морские ворота. Колоритность местных обитателей тоже способна удивить туриста. Вот эти шикарные виды, волны, птицы. Я ни разу бакланов не видел до этого. Вот сегодня первый раз увидел. Я бы хотел обязательно съездить на Курилы, но для этого, скорее всего, моей маленькой поездки не хватит. Вот я, наверное, вернусь еще раз специально для этого сюда. Мне кажется, вот какие есть места, вот показывают в брошюрах, ну, надо все посетить. Наверное, после этого решила, буду посещать постепенно. Круто. Дальше больше. За могущественными гротами туристов ожидает мыс Великан. Добраться до него в летний сезон можно как по берегу, так и по лесному массиву. На втором маршруте открывается вид на безграничное море. Тропа здесь протоптана. И вот мы добрались до конечной точки. Путь пешим ходом нас составил около часа. В принципе, дорога очень удобная. Здесь для туристов созданы так называемые лазейки, чтобы тропа была комфортной и безопасной. Ну что, вот, собственно, мыс Великан. Добираться до Великана опытные туристы рекомендуют летом. Поэтому наплыв гостей приходится именно на этот период. Сегодня туроператоры готовы доставить желающих в любую точку необъятного острова. Имея хорошую подготовленную машину, можно добраться практически в любое место. А имея лодку, можно вообще на 100% быть уверенным, что вы побываете на всем береговой части острова. Сейчас на Сахалине туристам доступны 14 направлений. С открытием морского сезона можно беспрепятственно посетить каждый из них. Обед возле человеческих материалов, жалюзи и забоев и коммунальные проблемы. Сотрудники Хомской патогистологической лаборатории провели экскурсию для журналистов. А пациенты соседнего инфекционного отделения рассказали об условиях содержания. Кстати, это уже не первый случай, когда оттуда приходят тревожные новости. В разгар пандемии, например, на условия работы жаловались многие сотрудники районной больницы. Мой коллега Владимир Ильин побывал в медицинском учреждении. Подробности у него в сюжете. В этом здании 1952 года постройки расположено несколько отделений Хомской ЦРБ. Одно из них – лаборатория. Оксана Трофименко и ее коллеги уже много лет трудятся не в самых приятных условиях. В этом кабинете обедать приходится в непосредственной близости с трупным материалом. А вместо жалюзи на окнах – рулоны старых обоев. Интерьерное ноу-хау медучреждения. Условия ужасные. Условия ужасные. Это не лаборатория, а сарайш. Если так можно назвать. Лаборатория. У нас не комнаты отдельно, чтобы пищу. Видите, вот мы здесь работаем, вот я работаю. У нас здесь мы обедаем. Кабинет доктора. Видите, это кабинет доктора? Это вот кабинет доктора. Это можно назвать кабинет доктора вообще? Это склад. Это лаборатория гистологическая. Мы здесь делаем от живых людей. Здесь привозят материалы, от трупных материалов. Мы все здесь готовим. Медперсонал решает своими силами не только бытовые заботы. Проблему с открытой канализацией тоже устранили за свой счет. Свои личные деньги потратили? Да, вот на люк наша санитарочка потратила деньги, купила эту крышку. К руководству обращались, например? Обращались. Это бесполезно. В первую очередь. Мы уже и в дорожную службу звонили. Вот наша Марина Александровна звонила в дорожную службу. Они говорят, это территория больницы, частная территория. Мы не имеем к этому отношения. А за стеной лаборатории проблемами делятся уже пациенты. Попав в инфекционное отделение, Анастасия Соколовская испытала шок. Девушка признается, к таким условиям была не готова. Вот, матрас. Я ищу деть. Не устраивает это качество приготовления еды. Это есть практически невозможно. И плюс к этому сама палата. То, что кровати чисто деревянные, эти вот доски, матрасы вот такие, неизвестно сколько им уже лет, грязные, вонючие. И плюс еще вот эти столики, где вещи наши хранятся. Все в депиа. По словам пациентов, к лечению и медперсоналу претензий нет. Старшая медсестра Елена Головина пояснила, за приготовление пищи и обработку белья отвечают другие сотрудники. Я не знаю, как это есть. Вот вы можете посмотреть, как это есть вообще можно. Врачечную у нас заключены договора с городом Южно-Сахалинском. У нас отвозят туда. То есть мы их запаковываем после каждого больного в мешки и отвозим. Это готовят в Хомской ЦРБ, только готовят на Капитанской 2А. То есть у нас общий там пищеблок. И уже по столам и диетам привозят в отделение. Руководство ЦРБ отвечает. Кровати укомплектованы мягкими матрасами из поролона. Однако по отзывам пациентов спать на них было некомфортно. Потливость и удушье верные спутники бессонных ночей. В связи с этим их заменили на аналоги с ватным наполнением. Сегодня в Хомской ЦРБ уже разработан проект строительства нового здания. Однако по словам главного врача, средств на реализацию задумки пока нет. Владимир Ильин, Алексей Нестеров, телекомпания ОТВ. И это еще не все на сегодня. Смотрите во второй части нашего выпуска. Мы обрадовались, что заняли третье место. Нас лиха один раз прыгали, потому что форсаж сильнее всех. Неделя праздников. Воспитанники преодоления поздравили центр с днем рождения бронзы всероссийского первенства. Счастливый финал и новое начало. Щенок из Южно-Сахалинска нашел семью на Кунашире. Ответственность за преступления террористической направленности. Организация и участие в деятельности террористической организации. От 10 лет до пожизненного лишения свободы. Финансирование терроризма и вербовка. От 5 лет до пожизненного лишения свободы. Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности. Ее оправдание и пропаганда. До 7 лет лишения свободы. Не сообщил о преступлении террористической направленности. Сел в тюрьму. Будьте бдительны. Будьте осторожны. Эвакуация – мероприятие срочное, безотлагательное, направленное на сохранение жизни и здоровья людей. А знаете ли вы план эвакуации здания, в котором работаете? Обращаете ли вы внимание на указатели путей эвакуации в местах общественного пользования, торгового центра, ночного клуба или школы? Вы думаете, у вас будет время познакомиться с этой информацией позже? Практика показывает, что позже значит никогда. Обратите свое внимание на план эвакуации сейчас. Эти знания могут спасти вам жизнь. Единый номер вызова экстренных служб – 112. Я хочу быть с тобой. Жизнь станет честной и справедливой. Только никому об этом не говори. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Но для этого надо постараться. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Я не хочу совершать насилие. Мы совершаем праведные вещи. Ты можешь стать одной из нас. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Когда приедешь к нам, сама все поймешь. Ты готова? Нет. Лесные пожары возникают по вине человека. Остановить и победить огонь призвания сильных. Лесные пожарные авиалесоохраны Рослесхоза. 90 лет. На страже лесов России. Вы стали родителем. Тогда вы должны помнить, что ребенок – это зона вашей персональной ответственности. Организация его безопасного отдыха и развития. Дома, на улице, на природе. Его безопасность в транспорте, на воде, в местах общественного пользования и публичных местах. Дорогие родители, организация безопасной среды обитания вашего малыша и присмотр за ребенком – ваша первейшая забота. Единый номер вызова экстренных служб 112. Ответственность за преступления террористической направленности. Организация и участие в деятельности террористической организации. От 10 лет до пожизненного лишения свободы. Финансирование терроризма и вербовка. От 5 лет до пожизненного лишения свободы. Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности. Ее оправдание и пропаганда. До 7 лет лишения свободы. не сообщил о преступлении террористической направленности, сел в тюрьму. Будьте бдительны, будьте осторожны. В Южно-Сахалинске торжественно отметили 20-летие единственного в своем роде реабилитационного центра преодоления. Это крупнейшая и наиболее передовая организация в области, которая занимается с детьми, имеющими ограниченные возможности, а также с их родителями. Здесь практикуют самые современные методики социализации, физической и психологической реабилитации. Впрочем, праздники сопровождали центр всю неделю. Его воспитанники взяли бронзу Всероссийского фестиваля по следж-хоккею. Подробности у Анастасии Красовой. Преодоление – крупнейшая и самая современная организация в области, которая занимается реабилитацией детей-инвалидов. Здесь ребят социализируют, оказывают психологическую поддержку родителям. За 20 лет коллектив центра прошел большой путь. Начинали работать в старом здании на окраине Южно-Сахалинска, сейчас разместились в сердце города. В стационарной форме обслуживания у нас ежемесячно в течение 25 дней реабилитацию проходит 17 детей-инвалидов. На дневном отделении мы ежедневно принимаем около 53 детей, плюс амбулаторно еще до 30 ребятишек приходят вам за услугами. В центре реабилитации сейчас работает 164 сотрудников. В коллектив приходят и молодые специалисты. Коллектив у нас очень хороший, дружный. За меньше, чем за год я уже поработала в двух отделениях, участвовала в различных проектах, программах. Очень дружно помогаем друг другу. Отметили юбилей педагоги центра формально, однако многие не смогли сдержать слез от количества приятных слов. Растрогали и зарядили хорошим настроением танцевальные и вокальные номера от творческих ансамблей города. Поздравила с круглой датой преодоления и поблагодарила сотрудников за важный и тяжелый труд, исполняющий обязанности министра соцзащиты области Ольга Орлова. Я желаю нашему центру дальнейшего процветания, новых идей, и чтобы в нашем центре всегда оставались такие же сотрудники с добрыми сердцами и открытыми душами. Сотрудники преодоления пригласили отметить юбилей своих подопечных и их родителей. Это очень теплое душевное место, где замечательные люди работают, которые дарят нам не только свои профессиональные навыки, свои умения, свои знания, которые мою дочь окутывают теплом, заботой. Она с удовольствием туда идет, с удовольствием занимается, любит очень кислородные коктейли после занятий. Мы очень довольны этим центром. В преодолении только передовое оборудование, регулярно организовывая соревнования и тренировки по слэдж-хоккею. Благодаря этому юные спортсмены завоевали бронзу на Всероссийском фестивале «Хоккей Фэмили Фэст-2021». Иван Забровский – капитан сборной. Кроме этого, парень получил и личную награду. Он оформил больше всего голов. За две игры Иван отправил семь шайб в ворота противников. «Только в вторая игра». «А вот почему она была самая сложная?» «А там соперников тренировал». «Долго тренировались, готовились к матчу?» «Нет». «Посколько?» «Посколько?» «Ну и вот было трудно вам на соревнованиях?» «Нет». Мама капитана команды признаётся, что сын с рождения любит спорт, мяч и быстрые игры. «Он очень переживал, когда проиграли мы во второй игре, очень радовался, когда победили, старался очень сильно. Но это его вид спорта, он у нас такой целеустремлённый и активный, ему очень нравится». Тренирует бронзовых призёров Алексей Лысов, мастер спорта международного класса. Обладатель серебряной награды пара Олимпийских игр, победитель первенства Европы и шестикратный чемпион России по слэдж-хоккею. В команде у него 13 подопечных. Но на соревнования в Нижний Новгород поехали только 8. «Выросли над собой, так сказать. Очень добавляют именно в мастерстве хоккея всё. После фестиваля с особым рвением приходят на тренировки, они уже увидели, что, к чему, как, для чего они стараются. Конечно, вкус победы почувствовали». Ребята и их родители получили благодарности и сладкие призы, а затем победу отпраздновали за общим столом. Сейчас набор в команду по слэдж-хоккею продолжается. Сюда принимают школьников с ограниченными возможностями здоровья. Ждут на тренировках и девочек, ведь в планах у преодоления создать женскую сборную. В центре, на базе которого существует команда, уверены, что именно тренировки и соревнования позволят детям насытить жизнь впечатлениями. Анастасия Красова, Кристина Ким, Сергей Салихов, Александр Лавриненко, телекомпания ОТВ. И ещё одна история о человечности, для которой нет границ. Ченок из Южно-Сахалинска нашёл новый дом и хозяев на Курилах. Собака попала в центр помощи животным «Доброе сердце» и долгое время находилась в приюте. Обстоятельства мешали ей попасть домой. Но история получила счастливый финал. Четырёхлапая пассажирка отправилась к семье на Кунашире. Переправиться через море лучшей подруге человека помогала моя коллега Кристина Ким. Так что ей слово. Дарина попала в центр помощи животным «Доброе сердце» с подозрением на уши плапы. Опасения не подтвердились, поэтому пришло время искать для неё новый дом. Хозяева Дарины приехали в центр, увидели Дарину и просто по уши в неё влюбились. И тогда они уже, видимо, знали, что это их собака и что она точно будет жить у них. Семья Алфюровых давно мечтала о щенке. Однако после визита в приют они сразу же должны были улетать домой, в Южно-Курильск. Поэтому решили отправлять Дарину самолётом, но позже. На самом деле Дарина сама нас нашла. Потому что как только мы зашли в комнату, она прибежала к мужу на руки и всё. То есть это уже прям любовь-любовь была. И мы не могли отказать ей и себе тоже в этой любви. Однако обстоятельства всё время мешали добраться Дарине до нового дома. Сначала для неё не было сопровождающего, а после щенок заболел энтеритом. Два месяца она провела в одиночестве, пока не нашёлся человек, с которым полетят вместе. Собаки оформили документы в срочном порядке. Мы отправили её в клинику на Лермонтово. И огромное спасибо Анне из клиники на Лермонтово за то, что она сделала нам ветеринарный паспорт для Дарины, полный медосмотр и прививки. Возникла ещё одна проблема. Для собаки не оказалось транспорта, который бы довёз её в аэропорт. Наша съёмочная группа также решила помочь Дарине добраться до дома. Мы привезли её в аэропорт. Сейчас четырёхлоповому пассажиру предстоит пройти небольшое испытание. Ветеринарный контроль, чтобы оформиться для перелёта. Александр Соловьёв – попутчик Дарины. Он согласился взять щенка с собой на кунашир и передать хозяевам. Мне поступил звонок с аэропорта. Сказали, что не могли бы помочь, собаку перевезти. И я подумал, почему бы и нет, лишь согласился. Потому что всякое в жизни бывает, помощь необходима людям. Спустя час и четырёхлапая путешественница уже на другом острове, теперь родном. Дарина, убегай, убегай, убегай. Ты, Далматин Гигантский. Семья Алфёровых решила не менять кличку. Дарина в первый же день отправилась смотреть на красоты острова. Удивлялась океану, бегала по полям и побережью. Короче, это был вообще восторг. И для меня, и для неё. Первая наша прогулка была потрясающая. Сейчас мы валяемся на кровати вместе с ней, она от нас вообще не отходит. Волонтёры Центра Доброе Сердце мечтают, чтобы таких счастливых историй было больше. Сейчас их восстатые подопечные нуждаются в заботливых руках, лекарствах, корме, а некоторые даже готовы обрести хозяев. Подробнее о необходимой помощи вы можете узнать по телефону, указанному на экране. Кристина Ким, Алексей Вершинский, телекомпания ОТВ. Мы постарались собрать для вас самые яркие события ушедшей недели, однако, разумеется, их было гораздо больше. От недостатка информации вас избавит сайт нашего агентства РИА Сахалин Курилы, расположенный по адресу skr.su. Рекомендуем заглянуть туда за полной картиной недели. С вами был Данил Паршуков. Всего доброго. С 2014 года в России было зафиксировано более 15 преступлений с применением насилия в учебных заведениях несовершеннолетними. Станьте для вашего ребенка другом, с которым можно поделиться своими переживаниями без страха. Уделяйте больше внимания его проблемам и взаимоотношениям со сверстниками. Не все дети одинаково счастливы, но абсолютно каждый заслуживает нашего внимания. Есть ли повод для обгона? Задавайте себе этот вопрос как можно чаще. По статистике, выезд на встречную полосу занимает третье место среди причин серьезных происшествий на дорогах. Совершив его в неположенном месте, вы можете также лишиться права на управление транспортными средствами на срок от 4 до 6 месяцев, а в случае повторного нарушения в течение года на срок до 12 месяцев. Будь внимателен, не пересекай черту. На фоне социальной неустроенности и материального неблагополучия в обществе активизируются радикальные группировки экстремистской направленности, пропагандирующие идеи национальной, расовой и религиозной нетерпимости. Они навязывают идеи экстремизма, используют представителей молодежи для реализации своих преступных замыслов. Это может выражаться в призывах к участию в осуществлении насилия, массовых беспорядках, акциях по нарушению общественного порядка. Не дай манипулировать собой, не подвергай опасности себя и своих близких. Знай, что за преступление экстремистской направленности предусмотрена административная и уголовная ответственность. Хотите сократить затраты на содержание автомобиля? Переводите своего железного коня на газомоторное топливо. Стабильное качество топлива, увеличение ресурса, экономия на топливе, смене масла и замене свечей. Кроме этих неоспоримых преимуществ существуют различные меры поддержки перевода автотранспорта на газомоторное топливо. Компенсация затрат граждан, компенсация затрат сельхозпредприятиям и предприятиям пищевой промышленности, компенсация затрат ИП и юридическим лицам, льгота по транспортному налогу 50%. Также существенные меры поддержки развития газозаправочной инфраструктуры и сервисных центров по переоборудованию автотранспорта на газомоторное топливо. Субтитры создавал DimaTorzok